Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам 5 простых правил, которые помогут на допросе. Сам факт нахождения в отделе полиции или в следственном комитете часто загоняет человека в тупик, лишает способности объективно мыслить и анализировать ситуацию. На допрос не всегда вызывают повесткой. В отделение полиции можно попасть прямо с работы или с улицы. Не пренебрегают такими методами и в следственном комитете. Времени позвонить адвокату нет. А сотрудники настойчиво предлагают дать пояснение, убеждая, что ничего плохого не произойдет. От того, что вы скажете, напрямую зависит ваша судьба. Запомните эти 5 правил и если не дай бог попадете на допрос, то обязательно следуйте им. Первое правило. Понять причину вызова. Чтобы понять, о чем говорить, а что не нужно рассказывать, лучше выяснить причину вызова. По какому делу, в качестве кого вы приглашены. Вам легче будет выбрать тактику защиты, когда вы понимаете ваш статус. Правило второе. Молчать. Самое важное для следователя или оперуполномоченного – это получить признание. Далее это признание будет обрастать другими доказательствами. А еще они понимают, что если с вас не взять явку с повинной сразу, то потом вы придете с адвокатом и точно ее не дадите. Как вариант, отказ от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Лица, имеющие конституционное право на отказ от дачи показаний против себя и своих близких, освобождаются от ответственности за уклонение от допросов следователя по статье 308 УК РФ. Третье правило. У вас есть право на звонок по телефону. Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю, имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя или следователя. То есть, вам должны дать право позвонить родственникам или адвокату. Важно сообщить, где вы находитесь. Родные будут знать, где вас искать и что с вами случилось. Четвертое правило. Замечания в протокол. Уголовным процессуальным кодексом предусмотрено, что показания допрашиваемого лица записываются по возможности дословно. Но ваши пояснения могут быть записаны не совсем точно. Небольшие вольности следователя дадут возможность использовать информацию, полученную от вас, в своих целях. Читайте текст вашего объяснения. Если не согласны с записями, напишите замечание перед подписью в конце протокола. Если не хватает места, продолжите на отдельном листе. Пятое правило. Право на адвоката. Это очевидно. Но многие стесняются позвонить. Мол, если не виновен, то защитник не нужен. А что следователь подумает? Только в стрессе вы не способны анализировать ситуацию. Нужна холодная голова и четкий ум. Адвокат проконтролирует, чтобы операм не была нарушена процедура опроса или допроса. Чтобы все было сделано правильно и без нарушений закона. Не дай бог, конечно, информация из этого ролика вам пригодится. Но запишите на всякий случай наш телефон. В жизни всякое может случиться. А так хоть у вас под рукой будет телефон адвоката. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok